Эфир Амурского областного продолжает новости в студии Вегения Макитрюк. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого дня. Дожди и грозы. На Преамуре движется очередной циклон. На 5000 жителей для строителей Амурского газоперерабатывающего завода практически возвели вахтовый поселок. Амурский без воды. Один из водозаборов областной столицы остановили на плановый ремонт. Отдохнуть и почитать. В Благовещенске открыли первый в области литературный сквер. Ну а теперь подробнее об этих и других темах выпуска. Амурские синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Мощный циклон придет в область 24 августа и задержится на 3 дня. По данным Амурского гидрометцентра, во время циклона ожидается понижение температуры на 10-12 градусов и усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Из-за резкого температурного скачка понизится атмосферное давление. К примеру, 24 августа этот показатель составит 726,5 миллиметров ртутного столба при норме в 743. Дожди пройдут во всех районах области. Ожидается, что местами за 12 часов выпадет более 50 миллиметров осадков. Это считается опасным явлением. В Амурском управлении МЧС предупреждают, что сильные ливни и грозы могут привести к повышению уровня малых рек, обрыву линии электропередачи. Также спасатели просят водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах. Уже в субботу погода в Преамуре начнет стабилизироваться. В Ивановском районе затопило дорогу и огороды местных жителей. 21 августа на города и районы Преамуре обрушили сильные дожди. В числе пострадавших оказались жители Роменского района и города Свободный. Из-за проливных дождей произошел резкий подъем уровня воды в реке Козловка Ивановского района. Она стала причиной затопления дороги между селами Ярковцы и Черкасовка. Вода зашла и в огороды двух приусадебных участков. На месте работала оперативная группа из четырех человек пожарных спасателей. Угрозы затопления населенного пункта нет. Для строителей Амурского газоперерабатывающего завода практически возвели вахтовый поселок. Там будут жить около пяти тысяч работников. Для них построили 35 зданий. Жилы корпуса, администрацию, столовую. Всего же таких поселков будет три. Сейчас работы идут и на строительной площадке, где появится первый комплекс по переработке газа. Репортаж Мурьяна Геворкян. С этой площадки и начинается крупнейший газоперерабатывающий завод страны. Здесь к 2021 году появится первая технологическая линия по переработке природного газа. А пока большой котлован. По всей его площади рабочие установят железобетонные сваи, а после площадку забетонируют. Работы ведет компания-подрядчик «Велестрой». Сейчас на объекте задействованы 430 человек. Причем примерно 200 рабочих приехали в Преамурье из Сербии. Руководит проектом тоже серб Люба Вукович. Его люди трудятся как пчелы, работают быстро и слаженно. Получилось так, что мое руководство выиграло тендер. Мы работаем на подряды у компании CGGC с Китая. Но в принципе, в организации «Велестрой» с 2001 года занимается строительством объектов нефтегазовой адресы. Работаем на «Газпроме», работаем на «Транснефте», работаем на «Укоеве». После того, как котлован забетонируют, на территории начнет расти первый комплекс по переработке газа. Всего будет построено шесть таких технологических линий. Уже в конце следующего года планируется, что на стройке будет задействовано около 6000 работников. А к 2021 году на первой площадке завершится монтаж технологических установок. В 2021 году будет возможна уже поставка газа именно для потребителей в части Китая. Ну и разделение. Да, и также будет произведено, с учетом всех технологических установок, будет произведено разделение на фракции, такие как этан, бутан, этан, получается гелий. Здесь будет стоять уже завод, то есть крупный завод, самый крупный завод в России по переработке газа для производства 42 миллиардов метров кублических в год. Попутно для Амурского газоперерабатывающего завода строится инфраструктура, подъездные пути, железная дорога и даже временный причал. Оборудовать его начали в августе прошлого года. Чтобы принять крупное оборудование, здесь, на берегу Зеи, строят причал. Тестовая баржа пройдет по нему уже в сентябре, а следующим летом он заработает в полную силу. Чтобы баржи не сели на мель, дно реки Зея углубили на несколько метров. Сюда будут доставлять оборудование от тысячи поставщиков из разных стран. Некоторые грузы обогнут по воде полмира, прежде чем доберутся до Амурского завода. Строители уже установили причальную стенку, также бетонируют площадки. Здесь будут находиться склады и административные помещения. Это ВИП-номер на одного человека. Здесь таких 10 номеров будет. Всего гостиница рассчитана на 30 номеров. Значит, 20 номеров идут одноместных, стандартных. И 10 номеров от ВИП-овских. Двуспальная кровать, телевизор и кондиционер. В таком ВИП-номере будет жить, скорее всего, начальник отдела. А рядом комнаты для обычных строителей. Они пока в процессе обустройства. Первые жильцы появятся во временном вахтовом поселке уже в декабре. Здесь вырастут 35 быстровозводимых блочно-модульных зданий, жилые корпуса, администрация, столовая. Рассчитан такой поселок на 5000 человек – строителей газоперерабатывающего завода. Что интересно, к 2025 году, когда работы закончатся, дома разберут, а оставшиеся сравняют с землей. Пока же стройка только набирает обороты. Из 2000 задействованных строителей почти 700 амурчане. Приехали в область и жители центральных и западных регионов страны. Это первая вахта. Здесь я монтажником. Это же по монтажу железобетонных конструкций и остальных. Недавно я тут третью неделю только. Условия нормальные, проживание, питание нормальное. Но стройка большая. Большая стройка амурского газоперерабатывающего завода в целом займет более 800 гектаров. Для сравнения, это тысяча футбольных полей. Голубое топливо будет идти в Преамурье из Якутского и Иркутского центров газодобычи. Часть природного газа будет переправляться в Китай, а часть здесь же расщепляться на компоненты и перерабатываться. Дойдет топливо и до амурских населенных пунктов. В первую очередь будут газифицированы Тындинский, Сквородинский, Магдагачинский, Шимановский, Свободненский и Благовещенские районы. Марьяна Геворкян, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Ну а тем временем в правительстве Амурской области напомнили, амурские предприятия могут активно присоединяться к строительству газоперерабатывающего завода. Встречу компаний с представителями Сибура и НИПИГАЗа организовало Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства. В самое ближайшее время заводу потребуются специалисты по эксплуатации объектов энергетики, сигнализации пожарной автоматики, видеонаблюдения, инженерных коммуникаций, ремонту зданий и сооружений. Их приглашают на возведение вахтового поселка для строителей. Сегодня на возведение объекта задействовано около 30 амурских предприятий. Между тем, бизнесмены пожаловали, что сам процесс участия в тендерных процедурах очень сложный. При этом зачастую побеждают в тендере организации из других регионов. Как отметили на совещании, одна из ключевых проблем местных компаний – это недостаток опыта участия в крупных инвестиционных проектах. Однако в целом у амурских компаний большой потенциал и желание работать. Почти 200 километров новых путей появятся на участке железной дороги Хани-Тында за счет строительства разъездов, которые увеличат пропускную способность дальневосточной магистрали. В рамках программы развития Восточного полигона к 2020 году там построят 11 новых раздельных пунктов. Первым планируется ввести в строй разъезд Глухоринный, потом Зайчий. На объекте идет укладка верхнего строения пути и монтаж кабеля высоковольтной линии. Все разъезды строятся по типовому проекту, а фундамент для новых электроцентров закладывают с учетом сохранения вечной мерзлоты. Основной объем строительных работ на объектах ведет тындинская компания «БАМ-строймеханизация». Сотрудники предприятия возводили эти участки магистрали более 30 лет назад. Также вдоль БАМа построят водоотводные канавы. Водозабор Амурский в Благовещенске остановили на ремонт. Без воды остались жители нескольких районов города. Сейчас специалисты предприятия проводят профилактику оборудования, меняют изношенные детали. На коммунальном объекте попывал наш корреспондент Денис Свириденко. Он расскажет, почему нужно полностью прекращать работу водозабора и когда вода вновь появится в домах жителей. От Германа Рафугаддинова зависит качество и чистота воды в кранах Благовещенцев. На станции обеззараживания он работает оператором хлораторной установки. Сегодня здесь профилактика. Нужно проверить исправность оборудования. Часть деталей со временем износилась. Придется их заменить. Ревизия резвовых соединений. Мы сейчас крутим, делаем ревизию резвовых соединений. Чтобы в дальнейшем протекания не было. Профилактика проходит раз в год. Ну а так по мере появления отечества, устранения. Такие масштабные работы с отключением воды почти у всех жителей Благовещенска проходят раз в год. Ремонт проводят профилактический и комплексный. За несколько часов водозабор подготовят к предстоящему отопительному сезону. Специалисты отремонтируют обратные клапаны, проведут ревизию трансформаторов и гидродинамических смесителей. Особое внимание коммунальщиков резервуаром чистой воды. Одна емкость, расположенная под землей, обеспечивает город 15 тысячами кубометров воды ежесуточно. Чтобы начать ремонт, резервуар нужно опустошить. Водозабор Амурский останавливают и обесточивают. Одновременно с коммунальщиками энергетики готовят к зиме электрооборудование. Конечно, это влияет на настроение населения. Но, к сожалению, есть такие работы, которые мы не можем провести без полного останова. Это как и работы, которые проводятся по высокой линии на электроподстанции у нас. То есть только проводятся с полным отключением. И, к сожалению, данные работы не могут проводиться в ночное время. Данные работы должны проводиться, согласно правил, только в светлое время суток. Сейчас вся нагрузка на водозаборе северный. Количество и напор воды в кранах зависит и от горожан. Если в районах, где вода есть, ее используют больше, жителям другого района воды может не хватить. Терпеть неудобства благовещенцам придется до вечера 24 августа. Но коммунальщики планируют вернуть воду в квартиры почти на день раньше. Денис Сверденко, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. Возле 4-й школы Благовещенска появится новая парковка для того, чтобы ее обустроить. Специалисты Горсвета демонтировали опоры троллейбусной сети. Пока же автомобилисты вынуждены оставлять машины вдоль дороги, тем самым осложняя проезд другого транспорта. Парковка перед учебным заведением разгрузит участок улицы Горького от Шевченко до Богдана Хмельницкого, так как по крайней правой полосе движение зачастую бывает затруднено. Решить проблему поможет гостевая стоянка на 30 парковочных мест. Работы на объекте уже начались. На участке демонтировали опоры троллейбусной сети. Как поясняют городские власти, стоянку возводят в рамках дорожной кампании 2017 года. Завершить работы планируется до конца августа. 3 миллиарда налогов заплатили в этом году строительные компании «Приамурья». Специалисты прогнозируют, что по итогам 2017 года сумма налоговых сборов будет выше показателей 2016-го. В прошлом году за счет налоговых поступлений бюджет региона увеличился на 5 миллиардов. Сотрудники управления ФНС рассказали представителям 28 строительных организаций, на что в первую очередь обращают внимание налоговые органы при планировании выездных проверок и как налогоплательщики могут самостоятельно оценить риски их проведения. Сейчас многие компании в России становятся банкротами и хуже всего дела обстоят в строительной отрасли. С начала года более тысячи застройщиков объявили о своей несостоятельности. Только в нашей области процедуру банкротства проходят 9 строительных компаний. Общая сумма долга – 260 миллионов рублей. Из них 60 – за должность по налогам. По словам специалистов ведомства, процедура банкротства не приводит к оздоровлению бизнеса, а наоборот означает его полное закрытие. Чтобы этого избежать, работники налоговой службы предоставляют организациям отсрочку платежей. Для этого компании необходимо предоставить пакет документов. Подтверждение, что вы бюджетнообразующий или социально значимый налогоплательщик. То есть, как всегда, это в основном для вашей категории, то, что вы участвуете в строительстве домов и есть дольщики. Кроме того, количество занятых рабочих мест, скольким людям вы предоставляете рабочие места, и график погашения задолженности реальный, на ваш взгляд. Также на встрече председатель по вопросам бюджетной и налоговой финансовой политики Амурского Заксобрания Татьяна Фарафонтова сообщила строителям, что на ближайшей сессии депутаты рассмотрят законопроект о снижении налоговой ставки для юрлиц по налогу на имущество до 1%. Документ инициировал губернатор области Александр Козлов. Если закон будет принят, его действие начнется с 1 января 2017 года, и все уже произведенные выплаты организаций смогут направить на погашение других налогов, либо получить обратно. Было принято решение уменьшить налоговую ставку с 2 до 1%. Такое решение будет приниматься на 2 года, на 2017 и 2018 год. Мы планируем, комитет рекомендует законодательному собранию рассмотреть этот законопроект 24 августа в двух чтениях. Уголовное дело в отношении генерального директора компании «Регион» направлено в суд. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве двух многоквартирных домов в селе Чигири. Следствие установило, что руководитель организации обманным путем заключил 16 договоров долевого участия на сумму более 14 миллионов, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Таким образом, пострадали 18 человек. Уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Благовещенского района направлено в Благовещенский городской суд. За совершение указанного преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Более 7 тысяч амурчан прошли обследование в Благовещенском центре здоровья. Он работает в городской поликлинике номер 2. Чаще всего к специалистам обращаются жители областного центра, а также Благовещенского, Ивановского и Тамбовского районов. Причем в некоторые села медики выезжают сами. Участники обследования узнают индекс массы тела, артериальное давление, сдают экспресс-анализ на холестерин и глюкозу крови. Также специалисты проводят анализ содержания никотина, алкоголя, наркотиков в организме, дают экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ. Функции дыхательной системы определяют биологический возраст. По итогам врач-терапевт консультирует пациентов и направляет к нужным врачам. В прошлом году консультацию в центре получили более 12,5 тысяч амурчан. Здоровым оказался один из 10 пациентов. В Шамановском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении китайских браконьеров. Двух жителей провинции Хайлунзиан задержали еще 4 июня в районе села Нововоскресеновка. Пограничники задержали браконьеров в тот момент, когда те уже начали ставить сети в 5 метрах от берега. Китайцев заключили под стражу. Уголовное дело в отношении иностранных нарушителей направили в Шамановский районный суд. Нелегалам грозит до 6 лет лишения свободы. Между тем, с начала года в амурские суды направлено уже 8 подобных дел. Администрацию города Тынды обязали отлавливать бездомных собак. Такое решение вынес городской суд. Поводом послужили неоднократные нападения животных на людей в центральной части столицы Бама. В основном случае нападения были зафиксированы зимой. Во время проверки, которую провели сотрудники прокуратуры, выяснилось, что в городской администрации отлов бездомных четвероногих не проводили последние 3 года, хотя деньги на эти цели из областного бюджета получали регулярно. Прокуратура потребовала обязать администрацию Тынды выполнять мероприятия по отлову, транспортировке, содержанию и учету численности безнадзорных животных. Исковое заявление суд удовлетворил в полном объеме. Парк памяти открыли в поселке Муртыгит Тындинского района. Грант на его создание выиграла местная библиотека, она была инициатором проекта. Торжественное открытие мемориала в честь воинов-победителей в Великой Отечественной войне приурочили ко дню государственного флага России. Плиту на заказ изготовили в Благовещенске. Создание парка памяти обошлось в 200 тысяч рублей. Это деньги грантовой поддержки. В Волгоградской области перезахоронят останки амурского солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Красноармеец Яков Дмитриевич Безвершенко, погибший в бою 20 октября 1942 года, будет погребен в советской части Рассошинского мемориального кладбища. Яков Дмитриевич уроженец села Антонов Казоветинского района. Перед призывом в Красную армию проживал в поселке Фрунзе, рудника Райчихинск. Его останки были найдены 29 апреля 2017 года на поле боя вблизи поселка Кузьмичи городищенского района Волгоградской области вместе с останками еще четырех советских воинов. Красноармеец Безвершенко будет погребен вместе со своими однополчанами из 252-й стрелковой дивизии и почти 800-ми советскими воинами, защищавшими Сталинград, чьи останки были найдены амурскими поисковиками в ходе проводимых в этом году экспедиций в рамках проектов «Вахта памяти» и «Историческая память». В Благовещенске открыли первый в области литературный сквер. Его обустроили около молодежной библиотеки. Строительство необычной площадки стало возможным благодаря гранту, который выиграли специалисты библиотечной системы. Почитать, отдохнуть и пообщаться с друзьями на свежем воздухе. Новый сквер с удобными скамейками и зонами для буккроссинга отлично подойдет для этого. Первые гости необычной площадки от литературной зоны остались в восторге. Делали очень удобно, чтобы местоположение, рядом и библиотека, и магазины рядом, и, кажется, в целом, город уже. В принципе, здесь и свежо, и уютно, и спокойно, тихо. Дорога не так далеко, но и не рядом. Можно спокойно посидеть, почитать, пообщаться. На создание первого литературного сквера в области ушло немало сил и денежных затрат. Построили площадку за несколько месяцев на средства гранта, который выиграла библиотека. Для возведения этого сквера задействованы все силы – и дети, и волонтеры, и жители, и наши сотрудники. То есть реально получилась такая реализация народного проекта. Приятно слышать, когда действительно очень много людей идут и отзываются положительно. Когда многие говорят «Спасибо вам большое за работу, за то, что вы сделали с нашим вот этим сквером». Это, конечно, приятно, и я думаю, что это некий такой стимул для дальнейших реализации наших идей и инициатив. Благодаря инициативным горожанам преобразилась не только зеленая зона около храма знаний, но и фасад самой библиотеки. Его разукрасили в виде журнала комиксов. Проект разрабатывали и воплощали в жизнь студенты-дизайнеры Амурского государственного университета. «Есть много улиц в городе у нас, и заведут они куда-то нас. Студенческая Ленина, Чехова-Калинина, Литейная, Кузнечная и Новая. Главным местом в новом сквере по праву можно назвать сцену. Теперь здесь не только будут выступать артисты, но и кино по вечерам показывать планируют работники библиотеки. Также это место отлично подойдет для чтения. Под крышей сценической площадки разместили немало полезной литературы и сказок для детей. Как говорится, театр начинается с вешалки, а у нас библиотека начинается еще задолго до того, как в эту библиотеку зайти. Самое главное, что мы вместе с вами создали в городе вот такой прецедент, когда культура вышла за пределы своего помещения и постаралась совместно облагородить то пространство, которое находится рядом». С открытием новой площадки организаторов и работников библиотечной системы поздравили приглашенные гости. Для всех присутствующих провели различные мастер-классы и концерт. Как отметили создатели проекта, в литературном сквере такие вечера по интересам теперь будут проводить регулярно. Ростислав Азизов, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Это последний материал выпуска. Напомню, более подробную информацию об этих и других сюжетах смотрите в социальных сетях, на страничке нашего телеканала в фейсбуке, либо одноклассниках. Читайте новости также на amurobel.tv. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин